Всем привет! Сегодня мы поговорим об образовании в Турции в частных и государственных школах. Это, как правило, тема огромного холивара, особенно у переехавших сюда, у кого есть дети иностранцев, ну, будем говорить, как есть, да, русскоязычных, кто по-русски говорит, в всяких чатиках и так далее. Я просто хочу высказать свое мнение на эту тему. Это не говорит о том, что вы с моим мнением должны быть согласны. Скорее всего, так как тема холиварская, да, великая война на эту тему, у всех разный опыт, я попытаюсь, в общем, объяснить, почему опыт разный. Кто-то может быть со мной не согласен, кто-то может быть согласен. То есть, ну, с кем-то вступать в спор, я не собираюсь или отвечать. Короче, просто высказываю свою позицию, и все на этом, да. Ну, позиция человека здесь давно живущего и в этой системе как бы там варящегося. У меня есть ребенок школьного возраста, я сразу скажу, мой ребенок входит в частную школу. Есть категория людей, которые хаят государственные школы, есть категория людей, которые хаят частные школы. Я больше скажу, это не на уровне только иностранцев здесь, это на уровне местных. Я вот сейчас говорю с позиции турок, да, здесь живущих. По моему опыту, всему, что я здесь вижу, я могу точно вам сказать. Есть хорошие государственные школы, есть плохие государственные школы, есть хорошие частные школы и есть плохие частные школы. Вот опыт и холивар, который в интернете идет, это индивидуальный опыт каждого человека. Я знаю много, кому не нравится, кто недоволен частными школами, я знаю много, кому очень сильно нравится и уровень образования, и всего, что там дают. Есть люди, которым нравятся, есть хорошие государственные школы, есть люди, которым не нравятся государственные школы. Это зависит индивидуально от школы, в которую вы пойдете. Чтобы сделать правильный выбор и не разочароваться, вам надо, в принципе, понять, что дает государственная частная школа. Если мы берем образование, то есть частное образование, это садики, школы, университеты, частное образование и государственное. Государственные школы, они идут всегда по системе образования государственной, за рамки эти не выходят. Это зависит от местности, где вы живете, от города. Я выберу, буду говорить только про Стамбул, про крупный город, потому что здесь очень большое перенаселение, очень много людей. По последней статистике, у нас 15 миллионов официально зарегистрированных людей в Стамбуле живет сейчас на конец 23-го года. Было, кстати, 18-го раньше. Так вот, про школы частные. Что такое, начнем с этого, да, частная школа в Турции? Это понты и удобство и комфорт для родителей, в первую очередь. Отдать ребенка в частную школу в Турции всегда было и есть это престижно. Отдать просто, когда ты ищешь частную школу, надо выбрать хорошую, с хорошими отзывами, с хорошим опытом, с хорошими результатами выпускников. Это статистика поступлений, как они потом устраиваются, там, на бюджеты, в какие университеты и так далее. Вот это показатели хорошей частной школы. Государственные точно так же. Есть государственные школы вообще ужасные и плохие. Есть нормальные, адекватные. Есть рейтинг государственных школ в том числе. Поэтому нарваться на плохое и на хорошее можно и там, и там. Почему происходит холивар? Как правило, это вопрос понтов, денег, успешности какой-то в обществе. Это приятно сказать родителям турка. Мы сейчас берем чисто турка в Турцию, да. Что твой ребенок в частной школе, например, учится. Но всегда частная школа. Если мы берем образование, но по той же системе, как и в государственной, когда говорят, в частной школе плохо учат, дети ни черта не знают, алфавит на втором классе, ну это в третьем, ну вот такой бред. Это говорит человек, который был в плохой частной школе какой-то. Вот мой ребенок в частной школе учится, я вам скажу, она мне свободно говорит на английском языке с англичанами, учителями. Это не сразу заслуга школы, скажем так. Заслуга нашей семьи, садика, который был до этого вообще, то, что мы дома по-английски говорим, но с первого класса начинаем свободное владение английским, с ней свободно общаются. Это не алфавит уровень, это определенный уровень. У нас, можно сказать, там, я не скажу, что там школа с английским прям уклоном. Но, да, в нашей школе, я не буду специально говорить название, чтобы не было никакой рекламы, нас наша школа устраивает, там есть вот это направление. Все на английском. Для будущего, для ребенка, в принципе, мы понимаем, гуманитарии там, математика или так далее, какие-то науки точно у ребенка. Вот ей это будет нужно, это в ее интересах. Поэтому мы выбираем это направление. Далее, про математику и уровень образования. Нас тоже все устраивает, все вовремя, все по программе обучения, и даже где-то чуть-чуть выше и побыстрее. Я сверяюсь с системой образования государственной. Все окей, в порядке. То есть, когда говорят, что в частных школах хреново, простите, учат, детям просто в попу дуют, родителям говорят просто комплименты, никакого образования, ничего нет в государственной луже. Это говорит о том, что плохая школа. Когда говорят, в государственной ничему не учат, надо идти только в частную. Здесь вообще, там, условно, они там дробят до 10 класса, не знают всякую прочую фигню. Это тоже плохой опыт людей в государственной школе. Это плохая государственная школа. Вот мой ответ просто, да. Это все индивидуально. Чтобы не попасть в разочарование в такой просаг, вам надо просто правильно, хорошо подобрать государственную школу или частную. Очень частая история, что родители, отдавая в государственную школу, отдают не по своей прописке. Специально переезжают, меняют прописку, чтобы попасть в хорошую государственную школу. Потому что там по прописке вся эта история. Либо даже дают взятки, уж будем честны на эту тему. Тоже такая история есть. Потому что есть рейтинг государственных школ. Есть отзывы о государстве. Есть статистика поступления выпускников на бюджет или ведущие институты страны. Вот на это надо обращать внимание. Что такое частная школа для турок? Холивар – это чисто вопрос, мне кажется, интереса родителей. Кто-то может себе это позволить, кто-то нет. Поэтому есть кто-то хает это, кто-то нет. Как я вижу, частная школа – это всегда прокомфорт, удобство для родителей. Отдавая в частную школу, маленькие классы, примерно по 10-12 человек до 17-18, да. До 20 человек, это от школы зависит, да. От района, в котором находится. Маленькая школа или большая, какие-нибудь там наборы идут. Больше контроля за детьми. Меньше детей в классе, чем государственные. Там типа 30-40 может быть детей. Здесь там до 20 примерно. Больше, чем 21 я не встречала, не слышала, что в классе частная школа была. Это чисто мой личный опыт. А почему выбирают некоторые родители частной школы? Потому что за ребенком твоим смотрят. Если с ним что-то произойдет, упадет волосок с его головы, можно идти разбираться, судиться. Просто частные школы боятся за свой рейтинг, за свои комментарии. Я не говорю о том, что что-то плохое или инцидент какой-то не приключится с ребенком. У нас есть и такой опыт, у нас есть такое. Но школа частная намерена с этим разбираться, потому что просто тупо боятся потерять свой рейтинг, иметь плохие отзывы, плохую рекламу. Они боятся родителей, потому что родители за это платят. И по сути, если с твоим ребенком что-то случается, ты можешь спустить три шкуры с директора школы, разбираться, в общем, этим вопросом заниматься. И больше здесь гарантия того, что на это отреагируют. Вот я вам приведу пример из моего опыта. Подружка, одна из подруг моей дочери, она ходит в государственную школу. Она упала на лестнице, разбила губу, очень сильно там, ну, зашивать не пришлось, но она несколько дней потом в школу не ходила. Ее маме даже не позвонили о том, что ребенок ударился, придите, заберите. В общем, вообще никакой реакции не было. К ней вечером, в государственной школе тоже сервис есть, приходит ребенок, с сервиса полазит, просто с разбитой губой, синяком на пол лица. У нее был просто шок. Что хотя бы, я не говорю про то, что вообще никакой реакции не было. Я при этом не говорю, что в другой государственной школе будет что-то подобное. Это вопрос учителя, классного руководителя, которому вот у него такое отношение, ему, скажем так, было наплевать. А ситуация в классе моей дочери, в частной школе. У них есть мальчик, скажем так, невоспитанный, который очень тяжело входил в первом классе в обучение, в этот процесс, в коллектив. Мальчик очень много дрался, тяжело входил в учебный процесс, адаптация, привыкание у него было с пацанами, разбивал лица, воровал вещи, рвал одежду, всякие такие эксцессы были. Но я так скажу, что все это на уровне психолога школьного, учителя, классного руководителя и даже директора, этот вопрос решался. И школа, конечно же, ну не то, чтобы не вправе разорвать контракт или отказаться, но по сути в таких ситуациях, когда он вредит здоровью других детей, и наезжают, конечно же, родители другие, то они могли бы отказаться от этого ученика. Но мне кажется, очень правильно они поступили в этой ситуации. У нас был подключен школьный психолог, классный руководитель, директор, родители пострадавших детей, родители этого мальчика. И по сути, занимаясь ребенком и работой психолога, за полгода пацан влился в процесс учебный, адаптировался, научился там общаться с родителями, получать свое внимание, не через какие-то физические повреждения, вот это все свое поведение. И, короче, как бы к концу учебного года первого класса он был абсолютно, назовем так, безопасен для других детей, этим вопросом занимались. И я не говорю о том, что во всех школах частных будет вот так, или, если бы был такой процесс, такая ситуация, то в государственной школе бы от ребенка отвернулись и на него бы наплевали. Но это вам просто живой пример, который был на моих глазах, в моем опыте. Поэтому, а если мы берем уровень образования, я считаю, что образование достойно, если ребенок хочет учиться, он может получить и в государственной школе, и в частной. Плохо учить могут и в частной, и в государственной, и хорошо учить могут и в государственной, и в частной. Частные школы — это выбор родителей, это в первую очередь для менталитета турецкого, это понты, это престиж, это некая ответственность большая за твоего ребенка, некий спрос за него, некая ответственность больше у учебного заведения, с него спросить можно будет больше. Покупаете ли вы за это образование, именно уровень обучения? Нет, абсолютно, это не гарантия. Это от школы зависит. Вам надо именно разбираться, смотреть, отзывы и все прочее. Ваш выбор вы в этом делаете. То есть, если вы заплатите деньги, не гарантия, что будет суперкрутое обучение, качество его, так вам скажу. Плюс частный школ, кружки, дополнительное образование, плавание, спорт, бассейн, на чем квалификация школы идет. У нас там музыкальные всякие искусства, сайенс, наука, много-много всего этого. Я больше скажу, это оплачивается отдельно сверху, но уровень вот этих кружков доп. образования, продленки всякой тематической, это хороший уровень педагогический, и это дешевле, чем кружки вне школы. Просто если куда-то водить, нам условно на ту же гимнастику, то в школе у нас это подешевле даже стоит, порядка 30-40%, чем это во вне школы оплачивать отдельно, занятия какие-то. То есть абсолютно приемлемые хорошие цены, плюс в стенах школы все для этого оборудование. То есть вот эти развивашки всякие, специальные, да, чем ребенок хочет интересоваться, неплохого, хорошего уровня, но это опять же зависит от школы. Это не просто. Например, какие есть опции у моего ребенка? Работотехника, рисование, театр, музыка, затем, что еще там? А, ну, плавание, баскетбол, волейбол, гимнастика. Ну, не помню, что-то еще. Ну, еще какие-то направления еще есть. Ну, это то, на чем мы были сфокусированы. Занятия эти очень хорошего уровня. Во-первых, там все, естественно, в школе это на хай-левеле, эти кабинеты, снаряды и все прочее. Там, по сути, вы приносите только одежду свою спортивную, чтобы заниматься. И это действительно хорошего уровня преподавателя. Если это урок музыки или театра, там педагог, психолог, актриса. Она и в театре там, в Стамбуле в одном там работает, как режиссер и бывшая актриса, и психологическое, педагогическое у нее образование. Круто. Если это урок музыки, то это учитель, там, какой-то музыкант в прошлом. Не на одном инструменте просто играет, а человек-оркестр вообще, да. Есть, кстати, оркестр в школе, если ты хочешь, пожалуйста, играй на каком-то инструменте, учись, играйте в оркестре. Ну, такая вот система, да. Если это робототехника, то это педагог по робототехнике, у него инженерное образование есть. IT-сфера тоже, он там с электроникой еще связан. В общем, вы понимаете, это хороший специалист, за что есть, короче, платить. Я также знаю истории из частных школ, когда набирают всех подряд каких-то непонятных, без дипломов, типа, английский язык преподает просто человек, говорящий на английском языке. Ну, блин, ребят, вы же выбираете школу, обращайте внимание, какой уровень у этих педагогов, спрашивайте дипломы вообще-то, что вы имеете полное право, и составляйте, просто не идите в такую школу, если она такая рядом есть. Вот и все. Про недавно закон новый ввели, что в государственных школах это вообще как бы не обсуждать, что этого нет. В частных школах запретили отмечать, проводить вечеринки или атрибутику Хэллоуина, Рождества и Нового Года. Затронет это детей всяких, как сказать, иностранных, да, каких-то интернациональных, у кого эти праздники в культуре как бы типа есть. Для нас это вообще не новость. Я считаю так, что если вы хотите какие-то свои праздники внедрять, отмечайте это дома, в кругу своих, например, комьюнити, там, не знаю, русскоязычных, американоязычных, всяких комьюнити, которых вы общаетесь, у нас обычно все так делают, да, отмечают, собираются Хэллоуин, вечеринки. У меня всегда ребенок ходит там на новогодние мутлугину, мутлугину, да, есть у нас такое организаторы вечеринок. У нас есть дни рождения, они организовывают, на Новый год я к ним на елку туда водила, на Хэллоуин и всякое. То есть если я хочу ребенку это привить, в нашей просто школе не было в частной этого вообще. Никаких этих праздников и не было. Мы ничего не решили с этим законом, абсолютно ноль. Но при этом хочу отметить, что и религиозного насаждения, религиозных праздников в нашей школе тоже нет. Школа такая демократическая просто. Патриотическое воспитание, да, есть. Патриотическое турецкое, любовь к кататюрку, поднятие флага, гимн стандартно, слушают в понедельник, заканчивают пятницу тоже марш, гимн слушают. Ну и, короче, стандартно вообще. И у меня как бы ребенок не был в обломе с этого закона вообще никак, потому что если я и хочу привить какие-то, ну и там словно традиции, да, то я этим занимаюсь. Я родитель, это в моих интересах. Школа мне вообще-то не должна это предоставлять. Я вообще-то, кстати, если что, школа не занимается воспитанием моего ребенка. Школа занимается обучением, а воспитанием должны заниматься родители, а не перекладывать эту ответственность на учебное заведение. Потом если я хочу, чтобы у моего ребенка было Рождество, или я хочу, чтобы у него была Пасха, она у нее весь, а я ее этому учу, пожалуйста, то я заранее из России заказала краски для яиц, для Пасхи, там вот этот ручничок, чтобы красиво куличик состряпать, положить, вся эта история. У нас это есть. Я, родители, об этом думаю. И я не считаю, что в мусульманской стороне, в обществе, моему ребенку этот сервис должен предоставлять здесь, должна предоставлять здесь страна, школа или общество. Им это дико, им это не чуждо. Почему мне никто ничего этого не должен? В моих интересах, если я этого хочу, ребенку позиционировать, то я ему этот праздник делаю. Также касаемо Нового года, Хэллоуина и всего такого прочего. Поэтому требовать, обижаться или ждать чего-то, ну это глупо, мне кажется. Да, со своим уставом в чужой монастырь мы не лезем. Если это не принято, то не принято. И оскорбляться как-то по этому поводу горевать вообще смысла не вижу. Да, в международных, международные, назовем так, дети интернациональные, их много в частных школах. Но поверьте, школы частные, далеко не все там какие-то праздники такие организовывали, такие тусовки. Я вот реально хочу сказать, ребенок у меня ходит в школу учиться, а не тусоваться и развлекаться. У нас направление это учеба в первую очередь, во вторую правильное питание в школе, очень хорошо кормят и правильно кормят. Третье это спорт, и четвертое это наука или искусство. То есть, что вот это вот развитие культурное ребенка, чтобы это обязательно было, вот эти кружки на это все направлено. То есть ребенок сам выбирает, чему там дополнительно будет еще заниматься. Все. Не на праздники тусоваться, не на дискотеки туда ходят, а учиться. А досуг и вся прочая тусовка друзей праздники устраивает дом родителей на свое усмотрение, как они это хотят. Поэтому для нашего, возможно, восприятия вот эта отмена Рождества, Пасхи, Хэллоуина, Нового года, это прям типа катастрофа. Я больше скажу, ну, им это неприемлемо. Здесь это не окей, как бы чисто с маркетинговой только стороны. Там витрины украшают в эти праздники, что-то продают такое и все. Ну, окей, меня мои турецкие знакомые могут поздравить с Пасхой. Истер они меня поздравляют, но не с моей, а католической, которая раньше не православная. Меня или с католическим Рождеством поздравляют тоже. Просто, что Рождество, просто типа праздник чей-то, типа надо поздравить, да, как и я их поздравляю, например, там с Байрамами всякими. Ну, вот и все. Трагедии как таковой как бы нет, не знаю. Но в новостях вот этот всплеск эмоциональной реакции людей наших здесь, конечно, была прям, боже, какой кошмар и все такое прочее. В общем, что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях под видео ваше мнение. Я рассказала только о своем мнении. Истину в последней станции не претендуем. Жду ваших комментариев под видео. Лайки, подписывайтесь. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok